Приветствую вас из студии магазина Варгана и КБ и в этом видео я вам расскажу о распространенных мифах о Варгане и о его потенциале для человека, не вглубляясь в мистику и эзотерику. Погнали! Миф первый о том, что Варган вреден для зубов. На самом деле, если у вас нет серьезных отклонений, связанных с хрупкостью зубов или поврежденной эмали, то Варган совершенно безвреден для зубов. Его вибрации идут дальше в тело, к корням зубов, к деснам, где улучшается кровообращение и зубы от этого становятся только крепче. Миф номер два. Варган — это игрушка чукчи или каких-то там северных народов. На самом деле, Варган — это инструмент всего человеческого рода. Различные народы, независимо друг от друга, по всей планете изобрели этот инструмент в том или ином виде. И поэтому, если вы спросите любой другой человека, представителя другого какого-то народа, есть ли у них Варган, они скажут «нет», мы не знаем, что это такое, потому что более 500 названий на разных языках есть у этого инструмента. Например, венгры называют его «даромб», на Сицилии это называется «маранзана», в Якутии это называется «хамус», и в России это называется «варган» от слова «варга» — «уста». Миф номер три. Варган — это серьёзный шаманский инструмент, с которым стоит быть осторожнее, иначе вызовешь дождь. Как мы и сказали ранее, варган — это очень многонациональный инструмент, который обладает очень большим культурным полем. И у разных народов этот инструмент имел различные как раз особенности. Например, те же итальянцы использовали варган в криминальной среде, чтобы подавать друг другу тайные знаки. Например, на Древней Руси на варгане играли в основном женщины, потому что звук варгана очень здорово успокаивает плачущих детей, домашний скот и так далее. Так что то, что варган — это инструмент исключительно шаманский, это распространено как раз-таки в Тве, в Якутии, на Алтае. Там действительно варган называется малым конём шамана, и как большой конь — это бубен, это инструмент, благодаря которому шаман действительно входил в какие-то особые состояния для общения с духами и каких-то других шаманских ритуалов. Миф номер четыре. Варган — это конкретный инструмент к конкретным звучаниям. На самом деле варганов огромное множество. Их изготавливают мастера вручную по всему миру, и каждый хочет найти своё звучание, свою комбинацию дизайна, формы. Варган — это практически компьютер, в котором невероятное количество тонких характеристик, такие как жёсткость язычка, его геометрия, рама, крепёж и многое другое. Всё это создаёт индивидуальность инструмента и делает его абсолютно непохожим. Невозможно найти один варган, который бы одинаково изготовили два разных мастера. Это практически невозможно. И это открывает невероятный потенциал варгана как раз-таки для коллекционирования, потому что все они разные, все они интересные и все очень живые. А теперь поговорим о пользе варгана для человека, для человеческого организма. При этом мы не будем вдаваться в тонкие материи или серьёзные научные термины. Будем говорить о совершенно очевидных вещах. Во время игры на варгане человек активно использует своё дыхание. То есть мы научаемся его контролировать, мы научаемся глубокому дыханию, а не поверхностному. И благодаря тому, что кислородом насыщается мозг, насыщается кровь, его достаточно поступает во внутренние органы, мы чувствуем себя замечательно. И при этом от продолжительной игры можно даже получить лёгкое кислородное опьянение от того, что очень большие объёмы кислорода попадают в мозг. Также вибрации варгана — это микромассаж кожи лица, он имеет некий омолаживающий эффект и тонизирует то, что варган — это инструмент, с которым ты фокусируешь своё внимание на звучании и из головы уходит всё лишнее. То есть это потрясающая таблетка такая от стресса, когда ты взял варган, поиграл, отключился от мыслей, и это тоже очень благотворно влияет и на нашем физическом и психологическом здоровье. Подводя итоги, хочется сказать, что варган — это очень гибкий и свободный инструмент. Он обладает огромным потенциалом для человека, который можно раскрывать с разных сторон. Он может быть и предметом силы для вас, инструментом для медитации, для остановки внутреннего диалога или просто нахождение правильного состояния для оптимального, для решения ваших повседневных задач. Это музыкальный инструмент гибкий для абсолютно разных стилей игры и в рок-музыке, и в электронной, и в этнической. И удивительный предмет для коллекционирования, ведь их так много, они такие разные, они все делаются руками мастеров. И это всё, что мы хотели рассказать вам в этом видео, и спасибо, что смотрите. Будем благодарны, если вы подпишетесь на наш канал, и если вам понравилось это видео, поставите ему лайк. На нашем канале вы можете найти огромное количество видео на варганную тематику, и импровизации, и электронные эксперименты, и медитации, куча всего интересного. Спасибо, что смотрели, и приятных вам вибраций.